С 22 марта вступило в силу решение Брестского областного совета депутатов о дополнительных мерах по социальной поддержке обучающихся. С этого дня школьники и гимназисты, воспитанники городского приюта и Центра коррекционно-развивающего обучения в общественном транспорте по городу могут передвигаться бесплатно при предоставлении справок соответствующего образца, которые выдаются в учебных заведениях. С сегодняшнего дня в полной мере должно быть реализовано это право и автобусный парк будет предоставлять право бесплатного проезда вышеуказанной категории учащихся при их проезде не только к месту получения общего среднего образования, а также в музыкальные, хореографические, спортивные школы, не обращая внимания на время проезда, не обращая внимания на день недели. Это право будет предоставляться в период с 1 сентября по 30 июня. Документ инициирован и прорабатывался при активном содействии депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь. В разработке нормативно-правового акта приняли участие и пинские депутаты. До принятия решения Брестского облсовета перевозка школьников осуществлялась бесплатно только от места проживания к месту учебы. Это вызвало дискуссии и нарекания относительно ограниченных возможностей проезда детей к местам дополнительного образования в городе. Если учащийся желал получить дополнительное образование в виде посещения музыкальной, спортивной школы, бассейна, в конце концов, нашей ледового дворца и так далее, ему необходимо было оплачивать проезд, либо покупать проездной, либо разовый билет. Сейчас, конечно, эта нагрузка на семейный бюджет гораздо снизится и повышая доступность дополнительного образования, конечно, законодатели смотрят вперед и думают о том, что в целом обственный потенциал нашего региона, нашей страны будет повышаться. Продолжение следует...